Представьте себе такую ситуацию. Вы пришли со своей собакой с вечерней прогулки, а еще у вас был тяжелый рабочий день, и единственное, что вам хочется, это поскорее помыть собаке лапки и устроиться на мягкий диван посмотреть телевизор. Но у вашего питомца свои планы. Он начинает неистово и беспокойно чесать свои уши. И вот вы открываете интернет, начинаете изучать, смотреть, и бац, куча всевозможных причин. И неправильная гигиена ушных раковин, и попала вода, травма уха, заражение паразитами, воспаление, аллергия, атид, атодектоз. Что происходит в этой ситуации? В большинстве случаев у вашего питомца точно какое-то заболевание ушей. В этом видео мы расскажем, какие болезни могут вызывать зуд в ушах вашего питомца. Досмотрите этот ролик до конца, и мы расскажем вам, как помочь вашему питомцу, если у него зачесались ушки. Что, кроме зуда, вы замечаете, если у вашей собаки болят уши? Грязь и налет, болезненность, неприятный запах, беспокойство. Собака наклоняет голову в одну сторону, у нее ухудшается или вовсе пропадает аппетит. Что же может случиться с ушами вашей собаки? Болезни ушей у собак существует множество. Но нас интересуют болезни, при которых уши собак сильно зудят. К таким болезням относятся, например, отит или воспаление уха. Возникает оно из-за проникновения микроорганизма в ушную раковину. При отите ваш питомец не дает вам трогать и осматривать уши. А из ушной раковины появляется выделение и неприятный запах. К отиту предрасположены породы собак с висячими ушами. С ушами, обросшими шерстью, охотничьей собаки, которые часто забегают в воду. И если ваш песик любитель прокатиться на автомобиле с высунутой головой из окна, он тоже в зоне риска по отиту. Лечь татит противовоспалительными каплями, а в запущенных случаях даже антибиотиками. Следующая причина нестерпимого зуда – это аллергия. Реакция появляется из-за непереносимости питомцам какого-либо компонента корма, лекарства, пыльцы растения или другого аллергена. При аллергии уши собаки краснеют, зудят и опухают. И тут важно выявить и устранить ее причину. Параллельно назначают антигистаминные препараты, специальные мази для местной обработки. Если аллергия вызвана кормом, то питомцы пропишут диету. Чесаться ухо может еще из-за попадания в него инородного предмета. Ну или воды. Если не помочь вовремя, то ухо питомца может сильно воспалиться и разболеться. За помощью лучше обратиться к ветеринарному врачу, для того, чтобы он обследовал вашу собачку и достал инородный предмет специальными инструментами. Атодектоз. Еще одна причина сильного зуда. Это паразитарное заболевание, которое вызывает ушные клещи. Еще его называют ушной чесоткой. Атодектоз заразен и передается от других собак или даже кошек. При атодектозе питомец испытывает сильный дискомфорт, а в запущенных формах может пострадать от серьезных осложнений. Для лечения атодектозы ветеринары-наверчи используют специальные инсектоакарицидные капли. Ушных клещей уничтожает фипронил в составе капель. Компонент обездвиживает паразитов и вызывает их гибель. Для лечения атодектозы блохнетфорта закапывает в каждое ухо по 4-6 капель. Чтобы препарат равномерно распределился, ухо складывают пополам и слегка массируют его основание. Обработку проводят два раза с интервалом 5-7 дней. Блохнетфорты обязательно вводят в оба уха, даже если чешется только одно. Блохнетфорты выпускают для собак разных весовых категорий. Но для того, чтобы вылечить от ушной чесотки собаку любого размера, вам понадобятся две упаковки блохнетфорты для мелких пород собак. Одной пипетки вам как раз хватит, чтобы закапать препарат в оба уха питомца. Важный момент. Купать питомца за 48 часов до и после применения капель не нужно. Это может снизить эффективность лечения. Дорогие друзья, теперь вы знаете, почему у вашего питомца могут чесаться уши и как ему помочь в этой ситуации. Если вы обнаружили признаки ушной болезни у вашей собаки, обратитесь к ветеринарному врачу. Он определит причины болезни и назначит лечение. А если ушная чесотка внесет свои коррективы в ваш уютный отдых с домашним питомцем, вы примете правильное решение. Здоровья вам и много приятных вечеров с вашим четверногим другом.